Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование соборного послания святого апостола Петра. И сегодня мы с вами рассмотрим второе его послание, главу первую. Симон, Петр, раба апостола Иисуса Христа, принявшую с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам, да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества, удаливших от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетель рассудительность, в рассудительность и в раздержание, в воздержание терпения, в терпение благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь. Такие первые семь стихов звучат в первой главе обращения апостола Петра в его соборном послании. Некоторые критики говорят о том, что якобы это послание не принадлежит апостолу Петру, что это довольно позднее послание, нежели первое послание апостола Петра. Но на самом деле это не совсем так, и с этим трудно согласиться, потому что святоотеческая традиция твердо говорит о том, и большинство отцов говорят о том, что это именно принадлежит послание самому апостолу Петру, тем более он сам называет себя здесь апостолом. И в третьей главе, которую мы будем немного рассматривать попозже, здесь говорится о том, что в первом стихе это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные, в них напоминание возбуждает вас чистый смысл. То есть здесь сомнений никаких, и в самом содержании первых семи стихов, которые мы с вами прочитали, мы видим, что апостол Петр называет себя рабом Божьим. А в своем же послании апостол Петр так и скажет, кто кем побежден, тот тому и раб. То есть если человек побежден страстями и похотями, не надо думать, что он свободен от страстей и похоти. Они увлекут его, не хочет человек блудить, а это блудная мысль в нем, как червяк, она гложет его, и в конце концов, думая, вожделяясь, как говорит Христос, то смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней. Так можно отнести эти слова и к женщине, и женщина, которая смотрит на мужчину, уже в сердце своем прелюбодействует, имеется в виду с похотью. Так и здесь апостол говорит, что он раб, но раб не страстей, а он говорит, раб и апостол Иисуса Христа. Мы знаем, что у апостола Павла есть такие слова, где дух Господень, там свобода. Кому вы работаете, как скажет апостол Петр, тому вы и рабы. То есть, таким образом, когда православный человек называет себя рабом, он говорит, что он не хочет быть свободен от любви Божией, то есть не хочет быть порабощен страстями. Мы знаем, что нет какого-то нейтрального состояния, либо человек служит Богу, либо в той или иной форме, в разных мировоззренческих восприятиях и, если так можно выразиться, исповеданиях своего понимания человека, Бога, мира, предназначения человека на земле. Человек может поклоняться и делать какую-то некую форму идолопоклонства из своих идеалов, ложных идеалов, которые он сам себе выстраивает. Поэтому нет такого пограничного состояния, какая-то середина в вопросе вероисповедания. Здесь либо, как говорит Спаситель, будет ваше да-да, нет-нет, а все остальное от лукавого. И в этом смысле это слово, которое здесь к себе применяет апостол Петр, оно говорит о том, что он раб Христа, а значит, раб свободы, раб любви, раб милосердия, добродетели, сострадания. Все лучшие качества, которые можно только выразить в добродетелях человека по отношению к Богу и к человеку. Далее он говорит, приветствует, благодать вам и мир, да умножится, то есть мир, не тот мир, о котором Христос говорил, даю вам, а тот мир, который я даю вам, он отличается от того понимания мира, от того понимания мира устройства, которое предлагает этот мир. В четвертом стихе мы видим здесь есть интереснейшие слова, апостол Петр переходит и говорит о том, что которыми, как он пишет в третьем сначала стихе, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни. То есть он указывает на жертвенности в воскресениях спасителя нашего Иисуса Христа и говорит о том, что Христос сделал для нас уже все. Нам только остается это взять и применить и употребить к своей жизни, как он дальше выражается, дабы нам быть в четвертом стихе причастниками божественного естества. Это интереснейший, очень сильный стих, очень важный для рассмотрения. Кирилл Иерусалимский, святитель, пишет, например, по этому поводу следующая цитата. Ибо таким образом бываем и христоносцами, тогда тело и кровь его сообщаются нашим членам. Так, по словам блаженного Петра, называют он так апостол Петра, бываем причастниками божественного естества. Некогда Христос, беседуя, говорил к иудеям, если не будете есть и пить крови Сына Человеческого, то не будете иметь в себе жизни. Евангелие Таана, 6 глава, 53 стих. Действительно, мы становимся по благодати причастниками божественного естества самого Господа и Спасителя Иисуса Христа. А раз причастниками, значит, причастны Его и смерти, дабы умертвить члены наши для похоти и страсти мира сего. И становимся также причастниками и жизни вечной. Далее, как мы с вами и прочитали в 5 стихе, но вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетель рассудительность. Вот что по этому поводу пишет блаженный феофилакт Болгарский. Цитата. Петр показывает степень преуспеяния. На первом месте вера, так как она есть основание и опора добра. На втором месте добродетель, то есть дела. Ибо без них, как говорит апостол Иаков, вера мертва. Помните, мы с вами рассматривали послание, соборное послание апостола Иакова, который так и говорит. И бесы веруют, но трепещут. Вера без дел мертва. То есть дела, это как некий показатель нашего вероисповедания. Конечно, бывает, что мы впадаем и в согрешения, бывает, впадаем и в различные искушения, но об этом апостол Иаков, опять же, нас, как мы помним, наставляет и наставлял. Когда мы рассматривали его послание, он так и писал. С великой радостью принимайте братья, когда впадаете в различные искушения. Потому апостол Иаков говорит об искушении, как об испытании нашей веры. Это не означает, что мы должны, если нам помысел пришел, напиться там или поблудить, и мы должны в это сразу броситься. Нет. Речь идет совсем о другом. С великой радостью впадаете в братья, когда есть это искушение совершить какой-то грех. Но мы противостоим ему постом, как говорил нам и заповедовал Христос, что рот сей изгоняется постом и молитвой. Есть какое-то это искушение. Необходимо усилить молитву. Необходимо усилить чтение Священного Писания. Вообще хорошо нам с вами завести такое себе утреннее правило. Кроме того, когда мы с вами прочитываем, например, правило утреннее или вечернее вечером, утреннее утром, хорошо бы еще нам хотя бы по одному посланию просто прочитывать текст, ну хотя бы в синодальном переводе. Если не имеем такой возможности, все мы люди занятые, у всех семьи, куда-то торопимся, вечно спешим. Но у нас сегодня есть очень хорошие технические средства для этого. Есть у всех телефоны, будем использовать их по назначению, для назидания, любые предметы. Есть наушники, мы можем ехать где-то и в общественном транспорте и слушать, например, и Евангелие, и послания апостольские. И даже взять, например, скачать, скажем, лекции exeget.ru, и можно их в формате mp3, пожалуйста, где-то находясь в дороге, и даже в видеоформате слушать и просматривать. Поэтому здесь вера, она должна, как об этом дальше апостол Петр будет говорить, должна быть всегда подкрепляться знанием. Только тогда добродетели будут действительно правильными. Потому как где есть искажение веры, то есть нашего понимания, как мы должны служить Богу. А если есть это искажение, то будет и искажение в добрых делах, которые мы будем считать добрыми, а они вдруг окажутся не совсем добрыми. Почему? Потому что не будет четкого наставления и правильного понимания нашего вероисповедания. Уже много раз повторял, я еще раз повторяю, что вера имеет свое содержание, то есть исповедание веры имеет свое содержание. Это как правильный путь, это как правильная дорожная карта, как хороший навигатор, который указывает, как человеку правильно совершать свои добродетели. Или как совершая добродетели, не сделаться так человеком горделивым или тщеславным. Потому что можно делать добро и так себя вознести, что своим добром себя и погубить в конечном итоге. Поэтому в церкви, действительно, как в Безбрежном океане, как писал блаженный Августин, есть все. Все для того, чтобы человеку правильно совершать дело своего спасения. Поэтому блаженный Феофилак так здесь и пишет, что на первом месте вера, так она есть основание и опора добра, то есть правильное исповедание. На втором месте добродетель, то есть дела, ибо без них, как говорит апостол Лак, вера мертва. И далее продолжает. Далее рассудительность. Какая же рассудительность? Знание сокровенных тайн Божих. Вот о чем мы сейчас говорили. И как подводим общий знаменатель словами блаженного Феофилакта Болгарского. Он так и говорит. Далее рассудительность и говорит, что это такое. Какая же рассудительность, спрашивает. Знание сокровенных тайн Божих, которое доступно для всякого, но для того, которое доступно не для всякого, но для того только, кто постоянно упражняется в добрых делах. Конец статы. Слышали? Кто постоянно упражняется в добрых делах, ибо вера без дел мертва. И далее говорит, что в рассудительности, 6 стих, воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестия. Здесь опять же Феофилакт Болгарский блаженный пишет. Затем говорит, воздержание, ибо оно нужно достигшему означенной меры, чтобы не возгордиться величием дара. А так, при кратковременном воздержании нельзя упрочить за собой дар, ибо страсти, несмотря на сдерживающие их свободу, всегда любят стремиться к худшему. То следует приобрести терпение. То есть, поэтому апостол и говорит, после рассудительности терпение. Оно произведет все. И благочестие умиротворит, и упование на Бога усовершит. 1.7. В благочестие братолюбие, в братолюбии любовь. Опять продолжает Блаженный Феофилакт. В общем-то, самое доступное истолкование. Всегда советую, если нет времени, искать разные истолкования с разной стороны. Вот Блаженный Феофилакт Болгарский настолько мудро все это составил. В 12 веке он взял у отцов и аллегорической школы, и буквальной школы. И у него действительно такое признанное его толкование. Вот как он пишет истолковый 7 стих. В благочестие братолюбие, в братолюбии любовь. Цитата Блаженного Феофилакта. К благочестию присоединяет братолюбие. А ко всему этому любовь. Которую апостол Павел называет совокупность совершенства. Действительно, это, конец цитаты, та добродетель, к которой стремятся все другие условия к совершению добрых дел, перечисленные выше апостолом. И терпение, и рассудительность, и прочее. И 8 стих. Продолжаем с вами чтение этой главы. 8 стих. Если кто из вас... Если это в вас есть, то есть все перечисленные выше качества, если это в вас есть и умножаются, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Видите, здесь апостол Петр обещает нам, что стяжав выше перечисленные им добродетели, веру, как он говорит, веру, добродетель, рассудительность, рассудительность в издержании, в издержании терпения, в благочестие, в благочестие, в братолюбии, в братолюбии любовь. Если во всем этом себя упражняем, то не останемся без плода. Свидетель Анзлатоуст пишет по этому поводу, он как бы отвечает на вопрос, а зачем нам эти плоды? Пишет следующее. Цитата. Вот те свойства, которые предуказаны – добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь – они не только должны быть у нас, но и быть в избытке. Если полезно их существование, то тем более обилие. Какая же от них польза? Прошет святый Анзлатоуст и отвечает. «Та, чтобы иметь дерзновение в день Господа нашего Иисуса Христа. Говорю о втором его пришествии, когда придет судить живых и мертвых. А истина, великое и чрезвычайное благо – иметь дерзновение на божественном и страшном суде». Конец цитата. То есть с какими плодами? Пишет святитель Анзлатоуст. Мы придем на страшный суд. «Чтобы эти плоды были достойны, то есть плоды нашего покаяния, необходимо не только одно лишь покаяние, но еще и добродетели. Добродетели, об условиях правильного совершения которых, говорит апостол Павер, выше. И здесь святитель Анзлатоуст их повторяет. Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь». Кирилл Александрийский святитель пишет по этому поводу. Следующая цитата. «Я говорю, что тем, которые изберут славный и желанный жизненный путь во Христе, следует, во-первых, возрастать в простой и непорочной вере, во-вторых, присоединять к ней добродетель, чтобы затем попытаться разбогатеть знанием тайны Христа, таинства и весьма преуспеть в совершенном понимании с большой буквы его». Конец цитата. И далее девятый стих. «А в ком нет всего, пишет апостол Петр, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь». Как скажет апостол в следующем стихе, что «в каком звании вы призваны, в таком и ходите». И очень важно это звание утверждать. Вообще природа церкви не протестовать. Природа церкви утверждать ту истину, ту полноту догматического исповедания, которое церковь получила в Духе Святом в день Пятидесятницы. И всякие попытки каких-то таких новоделов и самодельного понимания вероисповедания, оно всегда закончится для человека плачевно. Об этом апостол Петр еще будет предупреждать в следующей главе. Итак, а здесь он говорит о некой слепоте нерадения. Об этом пишет тот же святитель Иоанн Златоуст. «Слепота нерадения», то есть «в ком нет всего, тот слеп». «Слыша это, — пишет святитель Иоанн Златоуст, — «слыша это, всячески будем укреплять себя, внимая сказанному и очищая себя от мирского. Нам ничего не остается более, как то, чтобы это делать, а тем пренебречь. А если не так, то иначе погибнем», — предупреждает святитель Иоанн Златоуст. Очень важные его слова. Марк Подвижник, преподобный, пишет по этому поводу следующее. «Как мы едим, пьем, говорим, слышим, так, естественно, должны и каяться. Однажды достойной смерти по закону бывает умерщвляем, а кто живет, тот живет верою ради покаяния. Если и не от своего, то от греха преступления мы очистились посредством крещения». Смотрите, как пишет. От греха преступления мы очистились крещением, но далее продолжает. «Очистившись, получили заповеди, не исполняющие же второго, а сквернил первое. Забыл об очищении прежних грехов своих, от которых никто во всякий день не бывает свободен, хотя бы никогда не оставлял ничего из павильонного». То есть, о чем здесь говорит преподобный Марк Подвижник, что недостаточно только одного крещения. Если крестились, но забыли об очищении, как он говорит, об очищении грехов, то напрасно первое, то есть напрасно крещение. Смотрите как. Действительно, очень многие люди сегодня себя считают православными. Они крестились, а в церковь так и никогда не заходили. Поэтому сегодня действительно очень важно, и речь идет о том, что нам важно возрождать внутреннюю так называемую миссию. Внутреннюю миссию просвещения людей. Некоторые из них просто никуда не пошли, а некоторые разбежались по сектам. Поэтому и есть, и вот об этом всегда говорю, и есть сегодня уже комиссия по благословению святейшего патриарха Московского, Сеаруси Кирилла, который работает по городу Москве, комиссия по реабилитации, по церковной реабилитации лиц, отпавших от православия. Действительно, эти люди крестились, но мы по своему какому-то или невниманию, или нерадению некому, как-то не пошли стадо Божие. И это претензия, в общем-то, их к атехизаторам, и в некой степени к миссионерам, которые занимаются простительской деятельностью. И нам необходимо их вернуть обратно. Как это сделать? Ну, насильно, как говорят, ни вольник, ни богомольник. Насильно мы их затащить никак не можем. А чем же и как? Духовно-просветительской деятельностью, духовно-просветительской работой. Необходимо в каждом приходе делать открытые лектории. То есть, вот на нашем приходе есть, он так и называется, открытые православные лектории, где подбирается специальная тематика раз в неделю, или можно два раза в неделю, вешать специальные афиши. Люди приходят. Но сейчас вот в период пандемии можно такой лекторий запросто принести в онлайн. Трансляцию сделать тематическую, подобрать тематические беседы, лекции. Но, предупрежу, необходимо для этого иметь образование и, конечно, благословение священно-начали. Иногда в сетях интернет, я вижу, у меня есть и страницы ВКонтакте, и в Фейсбуке, какой-то человек начинает прямую трансляцию православной, позиционирует себя человеком православным, от церкви. Но пару раз я включил, хочу сказать, что, братья и сестры, ну, давайте к этому делу относиться как-то более серьезно. Но то, что звучит из уст этого так называемого просветителя или миссионера, это, ну, мягко говоря, далеко, как бы далековато от православия. Да, а если уж так сказать более конкретно, в общем-то, мы должны нести ярчайшее слово Божие на высоком, хорошем уровне, потому что в ваш такой открытый лекторий в сетях зайдут люди, которые отнесутся к вам снисходительно, например, верующие, православные, образованные, а будут и люди, которые, в общем-то, воспримут вашу речь как за основу православия, а там этого не звучит. Поэтому будем внимательны. Здесь нельзя там два прихлопа, три притопа, там и уже выходить в эфир и говорить. Конечно, можно проповедовать на разном уровне и разным людям, но надо смотреть, что за площадку вы выбираете. Если не можете это делать сами, я думаю, что нет никаких сложностей пригласить, например, человека из православного, скажем, семинарии, или даже академии, или какой-то университета, высшего учебного заведения, выбрать такого проповедника, пригласить на ваш приход, договориться с ним, чтобы действительно слово Божие звучало на высоком уровне. Далее, посему, братья, пишет апостол, более и более старайтесь делать твердым ваше звание, как мы уже прочитали, избрание. И вот, да, я хотел здесь зачитать преподобного Максима Исповедника. Он пишет, «Если кто смешает букву закона, явленность зримых вещей и собственное чувство, сплетая их друг с другом, тот слеп и закрыл глаза, и хворает неведением». Конец цитаты. Очень важное замечание. Мы начали говорить о открытом лектории и о различных просветительских программах. Хочу сказать, что иногда, а это встречается, мне люди и звонят, и пишут, что предлагают некоторые проповедники и просветители, в общем-то, сектантские программы, квакерские. Я, как преподаватель сектоведения, быстро понял, о чем идет речь. Когда люди садятся в кружок, читается какой-то текст, они закрывают глаза, и в течение пятнадцати полчаса молчат, включается легкая музыка, и потом, кто первый, кому пришло какое-то откровение, должен поднять быстро руку и сказать, что он почувствовал и как он понял. Преподобный Марк Подвижник предупреждает об опасности этого пути. Смотрите, что пишет. «Если кто смешает букву закона, то есть то, что мы с вами читаем, буквальный смысл понимания Священного Писания, и сплетет это с чувствами, и сплетет их друг с другом, тот слеп закрыл глаза, и хворает, то есть болеет неведением». Конец цитаты. Поэтому будем внимательно к слышанному и к тому, что нам предлагается. Это его цитата из вопроса-ответа к Фолосаю. Известный Максим Исповедник, он был борец с ересями, монофизистом, монофилистом в начале VII века. Далее продолжает. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего Иисуса Христа, если мы будем четко разделять и понимать, что есть добро, а что есть зло, где есть истина, а где есть ложь». Далее с 12 по 21 стих апостол Петр напоминает о настоящей истине. Вот 14-15 стих он пишет. «Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы после моего отшествия всегда приводили это на память». То есть все вышесказанное. Мы видим, что здесь апостол Петр говорит о том, что он оставит храмину свою, то есть тело. Действительно, есть, как мы знаем, смерть первая и смерть вторая. Вот люди, не зная ничего о смерти второй, боятся панической смерти первой. Что это такое? Смерть первая — это отделение души от тела, ума, чувств и воли. А смерть вторая — это отделение ума, чувств и воли от Бога, как источника жизни. И поэтому человек, не зная ничего о смерти второй, самое опасное, когда отделится ум, чувство и воля от Бога. И в этой жизни человек уже отделяет себя, если он ничего не хочет знать о Боге и никак не прилагать свою душу к Богу познанию, то после первой смерти он выбрав, как свободное существо, сам свой путь, его ум неприученный, как преподобный Серафим Саровский писал пребывать в Божественном Откровении, в Евангелии. Его чувства, которые не формировались, а жили страстями и похотями веры сего, века сего, а не по заповеди Божьей. Его воля, которая действительно не понуждалась к тому, чтобы творить заповедь Божьей, добрые дела в этом мире. Они по его же свободе будут отрешены от Бога как источника жизни. И тогда будет сказано, что вот ваше место, уготованное вам, которое вы сами приготовили себе, отделив себя от Бога. Поэтому, когда мы говорим о том, что якобы Бог такой злой, он определит каких-то людей на мечении, об этом еще будет сказано и во второй главе, это не совсем так. Человек сам себя определяет. Каждому человеку Бог даст возможность в этой жизни выбора между ним и отречением от него и дьяволу. Поэтому здесь Бедоспочтенный пишет следующее цитата. «Прекрасно блаженный Петр кончину свою не смертью, но оставлением храмины своей назвал. Поскольку очевидно, что таким образом достигшие предела лет рабы Божии узы плоти оставляют, словно путешественники, которые обретают в конце пути собственный дом вместо обитания в шатре, и словно те, кто в отчизну возвращается, завершив поход обращением в бегство врага и его унижением. Ибо единственное владение их на небесах». Конец цитаты. Действительно, как здесь пишет Беднодостопочтенный, мы как бы оставляем это, скидываем эту плоть и обретаем, уже обретаемся душой у Бога. Если только, снова повторю, в этой жизни мы связали свой ум, свои чувства и свою волю с Богом. С кем поведетесь, с тем вы и будете, от того и наберетесь. То есть, здесь все очень просто, когда люди говорят, а с кем я буду в жизни будущего века, с кем ты был здесь, с кем будешь и там. И так далее, говорит, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенными баснями, последуя, но быв очевидцами его величия». В этих словах святитель Кирилл Александрийский усматривает еретические мудрования. Вот что он пишет. Цитата. «Измышления еретиков являются поистину мифами и человеческими мудрованиями. Павел, желая отвратить нас от них, пишет в послании к Титу 3.10 еретика после первого-второго разумления отвращаясь». И далее. Петр начинает уже сражение с еретиками, поскольку они, не имея истины, принуждены лепить ложь при помощи цветных слов. «Но мы, — говорит апостол, — не таковы. Мы узрели истину своими глазами, когда были вместе с ним на горе. Если у нас и пророк, открывший нам эту истину, эту самую истину, и слово «их» таким образом, благодаря нашим глазам, стал для нас более достоверным. Ибо то, что они сказали, подтвердил явившийся Христос. И мы, очевидцы, услышавшие свидетельство Отца». Конец цитата. То есть здесь свидетель Кирилл Александрийский говорит о том, что апостол Петр не просто говорит по наслышке, он сам лично видел Христа на горе Фавор, на горе Преображения, когда, помним, Христос взял Иакова, Иоанна и апостола Петра. И завершается эта глава 18, 20 и 21 стихами, «Зная же прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии, человеки, будучи движимы Духом Святым». Действительно, никакое пророчество, никакое истолкование Священного Писания нельзя дать никак иначе, как только Духом Святым. Спросим, а как это так? 19 правило Трульского собора огласит следующее. Невозможно истолковывать Священное Писание, кроме того, как его истолковывали отцы и учителя церкви. Поэтому мы и называем отцов и учителей, в особенности отцов, отцы духоносные, духоносные отцы. А там, где учителя совпадают, совпадает их мнение с учением отцов, мы их учение берем как занужное и душеспасительное. Поэтому будем помнить, братья и сестры, что мы с вами имеем вернейшее пророческое слово. Но это пророческое слово нуждается в истолковании, то есть в Священном Писании. Истолкование же верное и правильное, которое научает нас правильной вере и правильной добродетели, правильным добрым делам, а не как, пишет свидетель Терил Александрийский, вот этим еретикам, которые говорят, цветные слова, они лепят всякие, красивые, они кажутся человеку якобы правильными. Поэтому будем крепко держаться нашего исповедания, будем читать отцов церкви, будем, читая Священное Писание, всегда прибегать к отстолкованию Духа Святаго. Иначе впадем в соблуждение. Как и писал ранее свидетель Анат Златоуст, иначе будут дела наших добродетелей нам же и в погибель. Потому что вера наша будет искажена, а значит, неправильные будут и душепагубные добродетели. Как бы это ни звучало, да, так немного странно. Ну, чтобы не звучало совсем странно, хотел бы завершить словами святителя Симеона Нового Богослова. Он так и пишет. Добро, которое сделано недобрым образом, не есть добро. То есть, всякое добро, которое сделано в неправильном исповедании Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, будет не что иное, как искажение, и значит, добро само по себе будет недобро. Вот так. Спасибо.